МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этот день, 29 ноября 1783 года, княгиня Екатерина Дашкова предложила использовать в русском алфавите букву «Ю». 29 ноября 1855 года русские войска вынудили капитулировать в гарнизон турецкой крепости Карс. 29 ноября 1870 года началось четырехлетнее исследовательское путешествие Николая Пржевальского по Сибири. 29 ноября 1941 года погибла Зоя Космодемьянская, советская партизанка, немцы казнили ее в деревне Петрищево под Москвой. 29 ноября 1798 года родился Александр Брюлов, русский архитектор и художник. Александр Павлович Брюлов родился на заре 19 века в Санкт-Петербурге в семье академико-орнаментной скульптуры Павла Брюлова. Его батюшка отличался безупречным художественным вкусом и был первым учителем для своих талантливых детей Александра Икарова. Правда, как говорят своего старшего Сашу, отец все же считал более даровидым. Братья в Академию художеств поступили вместе и были приняты за казенный счет. В 1816 и 1819 годах Александр получил серебряные медали за рисунки с натуры и архитектурные чертежи. А потом они с братом отправились на шесть лет за границу для учебы и совершенствования. В Италии Александр навсегда отдал свое сердце архитектуре. Он изучал руины древних городов и был поражен гармонией их вида. В Неаполе же молодой человек написал портреты местного королевского семейства. А для императрицы Марии Федоровны сделал рисунок амфитеатра Флавия. Еще одно эмоциональное переживание принесло ему знакомство с помпеями. Грандиозность помпейских терм захватила Брюлова и он занялся их реставрацией. Помпейские термы принесли Брюлову звание архитектора Его Величества, члена Королевского института архитекторов Англии и прочие регалии. Видимо это было что-то семейное, ведь его брат Карл обессмертил свое имя тоже благодаря картине о древних помпеях. Но Александр Брюлов был известен в Европе еще и как художник. На вечере у княгини Голицына его сделал портрет великого шотландца Вальтера Скотта, признанного позже как наиболее достоверным. Очень удачными считаются его кварельные изображения князя Лупухина и императора Николая Павловича, окруженного кадетами. В 1831 году Александр Брюлов женился на баронессе Александре Фунраль. Это был на редкость удачный брак, который продлился 46 лет, и в нем было рождено 9 детей. Его супруга обладала высоким художественным вкусом и была Брюлову первой советчицей и первым критиком. Брюлов очень любил, когда в их петербургском доме или на даче в Павловске собиралась вся семья, да и весь цвет русской культуры. Близкими друзьями дома были Глинка, Нестор Кукольник и Гоголь. Особыми теплыми отношениями Брюловы были связаны с семьей скульптора Клотта. В 1834 год выдался очень тяжелым, а от чахотки умер самый младший из братьев Брюловых Иван. Вскоре за ним ушел и отец. А потом Александр потерял своего первенца. Это тяжелое время совпало с периодом его грандиозной и самой значительной работы и строительством главной Пулковской астрономической обсерватории Академии наук. В декабре 1937 года колоссальный пожар охватил Зимний дворец, замечательное творение расстрели и практически уничтожил все помещения. Но уже в марте 1939 года, через 15 месяцев после пожара, основные восстановительные работы были окончены. Как справедливо отмечал современник, возобновление дворца есть учебная книга для будущих архитекторов и истинный подвиг для завершивших онэ. Брюлов был одним из трех главных зодчих, чьими стараниями и был воскрешен главный дворец империи. В 1845 году Брюлов приступил к реконструкции и полному обновлению внутренней отделки браморного дворца. Из этой работы он был произведен в действительные статские советники, что соответствовало чин генерала. В 1871 году в Академии художеств был торжественно отмечен 15-летний юбилей творческой и педагогической деятельности Александра Брюлова. В его честь была выпущена памятная медаль с изображением Пулковской обсерватории и ее создателя. Александр Павлович умер в январе 1877 года в своем особняке, прожив на удивление насыщенную и долгую жизнь. Чуть-чуть он не увидел своего 80-летия.